Здравствуйте! В эфире программа «Медицина в 21 веке». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Ниже всего риск инфицирования у детей до 10 лет и подростков до 19 лет. Объем пациентов из этих возрастных групп составляет всего около 2%. Большую же часть инфицированных, почти 90%, это группа от 30 до 79 лет. По словам врачей, в первую очередь вирус поражает лиц с хроническими заболеваниями, астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Многообразие приложений для смартфонов в современном мире поражает воображение. Покупать, знакомиться, слушать музыку, делать видео, рисовать, строить – возможно, все. Но Королевский колледж Лондона пошел еще дальше и разработал приложение для беременных женщин – QIP V2. Его задача – предупредить будущую мамочку, грозят ли ей преждевременные роды. Уникальное приложение рассчитает эту возможность на основе индивидуальных факторов риска женщины. Преждевременные роды могут быть опасны, гипоксии мозга плода грозят нарушениями в развитии ребенка. Российские ученые создали уникальную систему «Заря» для лечения ран, ожогов и воспалений. Аналогов не существует. Это облучатель с лампой, которая с помощью электрического разряда разогревается всего за пару секунд до температуры от 12 до 15 тысяч градусов Цельсия. «Заря» оказывает мощный бактерицидный эффект, а время обработки раны сокращается до нескольких секунд. Разработчики, а это ученые Рязанского приборного завода и Технического университета имени Баумана в Москве, говорят, что система поможет в лечении сложных кожных повреждений и заболеваний, ОРЗ, гриппа, ангины, а также в обеззараживании воды в местах чрезвычайных ситуаций или в быту. Друзья, меньше нервничайте. Помимо известных пагубных последствий, сильный стресс может привести еще и к седине. Это доказали эксперименты с грызунами. Мыши с темным окрасом становились абсолютно белыми всего за несколько недель. На фоне болевых стимулов у грызунов выделялись гормоны адреналина и кортизол. Частота сердцебиения возрастала, давление повышалось. Это влияло на нервную систему и вызывало острый стресс. А далее клетки, контролирующие цвет кожи и волос, повреждались и ускоряли истощение запасов стволовых клеток, которые, в свою очередь, связаны с производством меланина в волосяных фолликулах. Как сообщает BBC, изменения были необратимы. Прекрасное время юности. Ешь что хочешь, сколько хочешь, и все сгорает как в топке. Хотя и тут, конечно, бывают исключения. Другое дело взрослый возраст. Поддержание хорошей формы требует определенных усилий. А вот интересно, в каких пропорциях стройная фигура зависит от питания, наследственности, занятий спортом? Сейчас идем к замечательному диетологу. Она знает ответы на все эти вопросы. Кристина Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, можно все же оставаться в хорошей форме в 30, в 40, в 50 и так далее? Ирина, ну, конечно же, да. Это все зависит только от вас. Конечно, 18% – это наследственность. Но остальное зависит только от человека. От его мотивации, стремления, от его образа жизни. Знаете, сейчас такая тенденция, что все стремятся за красивым телом. Это было всегда, но сейчас особенно. Очень модно быть на диетах и говорить о том, что я на ПП, на правильном питании. И скажу вам так, я не сторонница каких-то диет и даже против них. Я ничего не имею против людей, которые их разработали. Но нужно понимать, в каком направлении ты движешься. И я отладила определенную систему, согласно которой можно оставаться в форме, не сидеть на диетах, не считать калории и быть в форме здоровой, сбалансированной. То есть есть фастфуд, вредную еду и быть при этом… Конечно же нет, это вы, я так сказали. Фастфуды, конечно, это удобно, это выгодно, но это не то питание, про которое я говорю. И очень часто мои друзья обращаются ко мне и говорят, ПП, это же невкусно. Вы знаете, правильное питание, оно вкусное, не только полезное. Все зависит от того, как вы это сделали и с какой любовью и приложили какие руки к этому. И сколько знаний у вас на этот вопрос. Итак, первый пункт на пути всегда выглядеть хорошо в любом возрасте – это питание. Ну, давайте так. Я работаю по пирамиде здоровья, и она состоит из шести основных пунктов. На первом месте, конечно же, это питание. Нужно понимать чистоту питания, объемы питания, сколько ты будешь съедать на один прием, чистоту и дробность. Это важно для того, чтобы желудок не растягивать, для того, чтобы не было чувства тяжести, для того, чтобы у организма оставалась энергия и силы на переработку этой пищи и оставалась еще энергия на решение других вопросов. Поэтому питание важно, занимает первое место, но далеко не только питание работает в этом направлении. Поэтому для девочек и женщин это 250 грамм на один прием вполне достаточно. Для мужчин тоже зависит от комплекции, какого он телосложения, роста, какой у него образ жизни. Это не только для мужчин полезно знать информацию, но и для женщин тоже. Образ жизни, климатическая зона, где он живет, от этого тоже зависит, как часто дробно он будет кушать. Но по объему порции, если это девочки 250, мальчики 350 грамм, и каждые 3-3,5 часа желательно принимать прием пищи. То есть есть основные приемы пищи, это завтрак, обед, ужин, есть перекусы. То есть важно, когда питание сбалансировано и рассчитано не просто по белкам, жирам и углеводам, а белок, строительный материал. Согласны? Это знают все. И молодежь, юноши, девушки, дети наши, им необходимо больше животного белка, потому что это строительный материал. Для, допустим, людей 45+, здесь больше нужно растительного белка, здесь нужно внимание уделять уже растительным компонентам бобовые, соевые продукты и тому подобное. Потому что здесь уже ничего не строит организм, здесь нужно сохранить то, что мы имеем. Здесь уже нужно меньше животного белка, больше растительного. И зависит от того, как эти продукты сочетаются, в какое время они принимаются. То есть здесь очень много тонкостей, но хотя бы понимать, что существуют легкоусвояемые углеводы, которые поднимают уровень сахара в крови, это нужно знать каждому и понимать, что полезнее поесть, допустим, запаренные с вечера гречки, нежели съесть тарелку манной каши. Потому что будут качели, и ты будешь целый день хотеть кушать. Допустим, я пришла вот в своем нынешнем возрасте, например, вы мне все это рассчитали, сказали, надо питаться так-то, так-то, чтобы жить красиво и счастливо. И это данность на всю оставшуюся жизнь или будет зависеть по мере возраста? Конечно же, будет зависеть. Что основные принципы какие? Что девочка, когда выросла, повзрослела и стала девочкой 40+, она должна идти на снижение, на дефицит. То есть не получится кушать как раньше и двигаться как раньше. Здесь нужно выбирать, либо кушать меньше, либо двигаться больше. Мы должны больше сжигать, потому что обменные процессы с возрастом снижаются и падают. Но помимо питания у нас же есть еще другие пункты. У нас есть питьевой режим. И то, что нужно пить воду, знают все. А когда, сколько и зачем? Не каждый. То есть, когда ко мне приходят пациенты на прием, они пьют колу, фанту, они пьют сладкую воду. И это трабл какой-то, потому что в интернете масса информации, что это легкоусвояемые углеводы. И то, что кола там закрытая формула, ты пьешь ее и хочешь больше, больше и больше. Это знают сейчас все. Поэтому должна быть чистая белая вода, без газов, без вкуса, без запаха, без красителей. И эта белая вода должна заходить натощак всегда. До и после еды за 30-40 минут всегда. И вот она рассчитывается, как раз эта вода, на ту массу тела, которую человек уже имеет на данный момент. Весит он 80 кг. Значит, от 25 до 40 мл на 1 кг массы тела. Его вода в сутки. Но есть такие пациенты, которые весят 180 кг. И, конечно же, она не будет пить 8 литров. Ведь она человек, то есть нужно правильно запустить воду, потому что жировая ткань накапливает эту воду и держит ее. А наша задача, чтобы вода зашла в клетку. И вот это самое основное. Воду запустить в клетку. Чтобы запустить воду в клетку, надо правильно накормить мышцу. Чтобы правильно накормить мышцу, нужно правильно употреблять белок. Чтобы эта мышца работала, нужно что еще делать? Правильно двигаться. Физическая активность. Ее надо тренировать. Это какие-то телодвижения. Это если ты молодой, минимум 10 тысяч шагов. Если человек уже проблемный, возрастной, либо проблемы с суставами, ну хотя бы 5-6 тысяч шагов. Если такого нет, возможности такой, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь. У меня есть лимфодренажная зарядка, которая заходит и для детей, и для взрослых, и для пенсионеров. Дома, то есть хотя бы дома? Два раза в день по 15 минут, и при активности 30 минут в день, 5 раз в неделю. Это великолепно. Ты будешь всегда в форме. И мои отдыхающие в санатории, они с обильным питанием, но с активностью 30 минут в день, уезжают за 21 день, все минус 5-7 килограмм. Мы сейчас, наверное, рассказывали в первую очередь о людях здоровых, да? Потому что, ну, если у человека там букет уже болезней, он многое не сможет из этого. Не сможет столько воды пить, у него там будут отёки, например. А вот стоп, можно я вас немного перебью? Да, конечно. Когда ко мне заходят пациенты и говорят, воду пить не буду, у меня отёки, я отекаю. Так вот, чтобы вы знали, отёки – это защитная реакция организма. Вот не доедаешь ты белка – пухнешь. Не допиваешь ты воды – отекаешь. Это защитная реакция организма. Верблюд ходит по пустыне, воды нет, оазиса нет, а запасы в горбах есть всегда. То же самое с человеком. Если человек не пьет воду, он отекает. И те люди, даже эндокринные, они обязаны пить воду. И как только они научились её пить, всё изменилось, уходят отёки. И что ещё важно? Первую неделю-две, конечно же, это безудержные путешествия в туалетную комнату, потому что мочевой пузырь – это тоже мышца. А она не может удержать, ведь она голодная, она неправильно поела. У меня каждый второй пациент утром попил кофе, съел бутерброд в обед, кофе съел бутерброд, а вечером поел кашу. Всё, где белок? А мы говорим про белок, он необходим. И он зависит от степени активности, от 1,1 до 2. Это коэффициент активности. И он зависит от того, какой образ жизни. Если ты живёшь по принципу 3Т, тапки, тахта, телевизор, тогда, конечно, никакой активности нет, то тебе и кроме воды там минимально белка надо. А если человек активный, живой, у него есть фитнес, если у него есть движение, спорт, если он общается, если он горит этим и живёт, у него всё сгорает. И запустить эти обменные процессы непросто, но возможно. Даже когда приходят пациенты с какими-то эндокринными нарушениями, аутоиммунный тиреидит, это какие-то нарушения работы поджелудочной железы, диабеты и тому подобное, это всё решаемо. Просто нужно найти индивидуальный подход, разобраться, найти причину и по системе отладить человеку путь. А надо перед всеми этими мероприятиями анализы какие-то сдать? Обязательно. Кровь? Обязательно нужно сдать клинический анализ крови, посмотреть липидный профиль, это очень важно. Посмотреть, как липопротеиды высокой и низкой плотности между собой играют. Посмотреть кровь на лептин, посмотреть сахар крови, посмотреть определённые, хотя бы в клиническом анализе, альтеисте, щелочную фосфатазу, это показатели воспаления. Нужно найти причину, почему вес не уходит или почему он набран, и решать её. Кстати, скажу буквально одно слово, очень часто приходят на приём с детьми. Так вот, детям худеть нельзя. С маленькими или с надростками? С молодыми детьми. Приходят пятилетние мамы с пятилетними детьми, у детей вес по 50 кг в 5 лет. Приходят с девятилетними детьми, у них вес 80 и 90. Это сейчас идёт нарушение пищевого поведения. Это целая тема, они разного типа бывают, эти нарушения. И здесь нужно запускать обменные процессы. Знаете, почему так происходит? Потому что у нашей молодёжи сейчас, если они не занимаются чем-то спортом, если их не отдали в 3 года или в 5, и они пошли по накатанной и занимаются, то другая молодёжь у нас живёт в телефоне. Утром, проснувшись, они сходили в школу, потом пришли, поели, попили, легли на диван, просидели в телефоне, а потом заснули. У них нет движения. И когда я этих детей начинаю двигать, они просто пугаются этого. Это ж всё из семьи идёт. Конечно, когда приходят родители с детьми, они мне говорят, я спрашиваю, наследственность отягощена по лишнему весу? Мы с вами проговорили питание, питьевой режим, мы с вами проговорили физическую активность. У нас ещё есть стрессоустойчивость, да? Это по пирамиде здоровья. Нужно понимать, что в наш век информации, в наш век стрессов, в наш век проблем без них не обойтись. Но нужно понимать, как к ним относиться. Не нужно через себя пропускать эту тему. Нужно понимать, какой заслон, какой барьер ты должен перед собой поставить. Отношение измени к проблеме. Не нужно переживать жизнь других людей. Нужно адекватно к этому относиться. А себе в голову это пускать не нужно. Любой процесс набора веса начинается с головы. И пока мы с головой не договоримся, ничего не произойдёт. Стрессы можно заедать, да? Есть некоторые люди, которые заедают, а другие, наоборот, на фоне стрессов, худеют. Да. Вот. Мы сейчас говорим про какую группу? Это и есть нарушение пищевого поведения. И в дом, и в другом случае. Да, совершенно верно. Это отдельная история, она очень интересная. И заедание, и отказ от еды, и работа на рекламу, когда человек начинает безудержно заталкивать в себя всё, даже без чувства голода, это всё нарушение пищевого поведения. Работа с головой. Нужно, разговаривая с человеком, искать причину. Я всегда говорю, уважаемые, найдите себе хобби. Еда – это не хобби. Но когда человек начинает получать первые результаты, и он видит, что ему лайтово, у него есть такой движняк хороший, по коррекции веса, у него энергия приходит. Он вдохновляется, и он начинает так жить. В вашей пирамиде ещё стоит ночной сон. Вот это очень важно. Ирина, знаете, почему это важно? Потому что существует такое понятие «суточные ритмы». У нас, когда мы просыпаемся, идёт пик активности всех систем в организме. Эндокринная, эмоциональная, гормональная – все на пике. Пропускать завтрак нельзя. Это важно. Правильно позавтракав, белковой едой, в сочетании с углеводами, минут с длинными углеводами, с правильными углеводами, ты удовлетворяешь свои физиологические потребности и даёшь себе заряд и направление на весь текущий день. Вечером, вечером, когда мы приходим домой, организм готовится ко сну, к отдыху. И в зависимости от того, что в течение дня человек кушал, у него вырабатывается определённый гормон. У нас есть L-триптофан – это аминокислоты. Вырабатывается у нас что? Мелатонин – это гормон сна. Поэтому последний приём пищи должен быть за 3 часа до ночного сна. Неважно, во сколько ты ложишься. Неважно. То есть ложишься в 10, значит, минус 3, 7. Да, совершенно верно. А если ты ночная такая птичка? Если в 2 ночи ложишься, значит, в 11. Просто нужно понимать, что кефир – это тоже еда. Мне когда говорят, я на ночь пью только кефир. Выпил кефир и пошёл лёг. После еды вообще нельзя ложиться. Много почему? Очень много почему. Хотя бы потому, что вырабатывается на 90-й минуте сна соматотропин – это гормон роста и гормон, который отвечает за выработку коллагена. А у нас кроме инсулина ничего не будет вырабатываться, только кортизол и инсулин. Мы же поели, а они антагонисты. Какой же тут будет коллаген? А мы же хотим быть красивыми, и они сахарным лицом проснут. В чём смысл вообще режима суточных ритмов? В том, что последний приём за 3 часа до ночного сна, за 2 часа до ночного сна мы прекращаем работать и тренироваться, и за час до сна мы прекращаем просматривать телевизоры, гаджеты и телефоны, потому что моргание вот это в глазу прерывает выработку мелатонина. Поэтому последний приём пищи сделали, и завтрак после последнего приёма пищи у нас через 12-13 часов. Это есть интервальное голодание, когда организм не ест, а восстанавливается. А пить ночью можно? А зачем? Если человек не допил свою воду в течение дня, здесь что может быть? Первое, если он хочет спать, пить ночью, это то, что у него инсулин-резистентность, и надо сахар проверить. А второе, он не допил воду за день. И воду надо свою выпивать для взрослого человека не меньше, чем литра 800. А дальше больше. Но у нас остался по нашей пирамиде один пункт, последний – это вредные привычки. Что это? Знаете, когда приходят пациенты на приём, я всегда спрашиваю, есть ли у вас вредные привычки. И выдерживаю паузу. И мужчины говорят, я уже не пью. Или говорят, я уже не курю. На самом деле я такую паузу выдерживаю, говорю, меня интересует еда на ночь, потому что это вредная привычка. И вот это нарушение пищевого поведения и эту вредную привычку, самое основное, нужно искоренять. Вот с этим нужно бороться в первую очередь. Опять же, возвращаемся к нашей голове. Потому что если мы найдём себе другие интересы, кушать на ночь не придётся. Поэтому вредная привычка самая такая, которая нас беспокоит в коррекции фигуры – это еда на ночь. Кристина Витальевна, мы проговорили все основные шесть пунктов, которые важны в построении и в сохранении, самое главное, встроенной фигуры. Резюме, какое мы можем сделать? Мы с вами прошли пирамиду здоровья, и по ней можно отладить каждому человеку систему, идти по этому пути небольшими шажочками. Не бежать, а идти маленькими шагами, получая свой результат. Спасибо, доктор. Приятно было с вами пообщаться. Пожалуйста, Ирина, приходите ещё. Вы можете на завтрак использовать не только творог, яйца или кашу. Конечно, это может быть и кусочек индейки, и кусочек курочки, и кусочек мяска. И главное, кстати, крупу и мясо обязательно вымачивайте. Потому что сейчас очень много используется гормонов, усилителей роста, антибиотиков. Как это мясо вымачивать? А в воду в холодную положить часа на два, а потом готовить. Кожу надо убирать из курицы, из рыбы. Потом нужно понимать, что когда мы запекаем, всё остаётся внутри изделия. Поэтому запекаем мы один-два раза в неделю. Остальное всё-таки мы варим, готовим на пару, тушим. А вторичные бульоны делаем. Обязательно кладём зверя, которого вы будете готовить, в кипящую воду. Это важно. Потому что нам нужна коагуляция белка внутри зверя. Чтобы вместе с кровью в холодный бульон не выходило с накипью, белок не выходил. То есть, когда готовим первый бульон, кладём тоже уже в кипящую воду? Тоже уже. Две-три минутки покипятили, выбросили. Помыли зверя, на тарелочке его оставили. Воду поставили, закипело, положили зверя во второй раз. И никогда не солите вначале. Потому что соль разрушается, и вам придётся ещё солить, солить и солить. То есть, приготовили, немножечко подсолили и всё. Сейчас будет рубрика, которую мы назвали «Редкий врач». И будем в ней рассказывать о докторах, которых всё же меньше, чем врачей других специальностей. Сегодня про гематолога. Что лечит и где принимает. Гематология – это раздел медицины, изучающий строение и функцию кровеносной системы. Врачи-гематологи выявляют и лечат различные формы анемии, нарушения свёртываемости крови, лейкозы, лимфомы, патологии спинного мозга, а также различные качественные и количественные изменения состава крови. Консультация этого специалиста может быть показана при проявлении таких симптомов, как увеличение и болезненность лимфоузлов, частая слабость, сонливость, утрата аппетита, длительно протекающая лихорадка в отсутствии инфекционного процесса, обильные носовые кровотечения, выраженные синяки на коже даже при небольшой травме. Не знаю, как современные подростки, а раньше, помню, многие грешили ужасной привычкой давить прыщи. Сейчас, конечно, дети более грамотные знают, что прыщи называются акне, выдавливать самостоятельно их нельзя, что лучше идти к косметологу. Кстати, раньше была такая процедура, механическая чистка, которая помогала решать эти проблемы. Вот интересно, механическая чистка в 21 веке – это пережиток прошлого уже или по-прежнему актуальная процедура? Это по-прежнему актуальная процедура, особенно для тех, у кого проблемы. Это акне, повышенное салоотделение, это образование комедонов и воспалительных элементов. Им просто необходимо выполнять такую процедуру. Механическая чистка нужна всем, независимо, есть проблемы или нет проблемы. Для любого возраста, и молодым девочкам, и средних лет, и на пенсию можно делать. Дело в том, что у людей, которые уже возрастная кожа, кожа склонна к образованию новых каких-то дефектных элементов. Это амелиумы очень часто, какие-то просянки. Когда мы убираем комедон, и когда мы убираем излишние загрязнения, кожа лучше выглядит. Она более ухоженная, сияющая, подтянутая. Механическое очищение, оно и называется поэтому, что мы применяем руки свои и ещё дополнительные инструменты. Без механики, если это сильно проблемное лицо, сделать очищение сложно. Хотя на сегодняшний день у нас есть новые методики, когда мы можем делать это отравматично, используя какие-то комплексные препараты или деликатное очищение ультразвуком. Это определённые этапы, определённый протокол. Мы готовим кожу сначала, очищаем её, потом готовим непосредственно к механике. Это может быть раздохление, это может быть глубокое увлажнение, это может быть распаривание, это может быть нагрев. Потом уже делаем механическое очищение, используем антисептики, наносим маски. Это могут быть успокаивающие маски, антисептические. Ну и по иметь необходимости каждому своё. Это была программа «Медицина в 21 веке». До свидания. Будьте здоровыми и счастливыми. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова